Hi, my friends! We continue our playlist. Итак, повторяем дальше. На следующее время, future simple. Разберем его, потому что оно действительно самое простое время в английском языке, а потом past simple. Итак, давайте вкратце повторим. Итак, здесь все просто. Также мы с вами рассмотрим 4 случая. Как сказать что-то в утверждении в данном времени? Например, я буду иметь этот уровень. Я буду иметь. То есть у меня будет этот уровень. Значит, общая формула. Мы говорили, что will plus verb. Но обычно просто сокращенная форма. L plus verb. Прозвращается L plus verb. Например, у меня будет этот уровень. I'll have this level. I'll have this level. Или, например, мой уровень будет намного выше. Мой уровень. My level будет. Опять же, с местоимениями мы сами сокращаем. Если не местоимения, то используется обычно полная форма, как здесь. Мой уровень будет. Will. Далее глагол быть. Will be. И намного. Much. Выше. Высокий. Это high. Выше. Higher. Значит, очень часто. Сравнительные прилагательные. С помощью er на конце. Higher. Как здесь. Мы далее в скором времени также будем освещать в нашем плейлисте. My level will be much higher. Слышно все просто. Как сказать что-то в отрицании. У нас с вами первый случай. Отрицание. Здесь также по аналогии. Только не will, а will not. Класс веб. Но, опять же, на практике обычно используется именно сокращенная форма. Want plus веб. Want plus веб. Например. Это не приведет тебя к успеху. Это не. It won't. Приведет тебя. Значит, приводить – это глагол lead. Lead. Lead переводится как лидировать. И lead – приводить. Тебя. Lead you. К успеху. К успеху. К чему-то. Нужно запомнить предлог to. It won't lead you to success. It won't lead you to success. Это, соответственно, не приведет тебя к успеху. Видите, lead – приводить к чему-то to. It won't lead you to success. Тебе нужно будет использовать другой метод. Тебе нужно будет. You'll need. Использовать. Видите, второй глагол пошел. Значит, ставим to. Получается, to use. Другой. Вспоминаем, как будет другой. Не другие. Другие – это other. А именно другой. Единственное число – это another method. You'll need to use another method. Это действительно поможет тебе. Это. It. It'll. Значит, это поможет тебе. It'll help you. It'll help you. Это действительно поможет тебе. Нужно запомнить, что здесь really используется между will и глаголом. It'll really help you. It'll really help you. Конечно, мы говорили, что можно сказать в начале. Например, действительно это поможет тебе. Really. It'll help you. Really. It'll help you. То есть, мы really с вами используем или в начале, или также в середине. Но если в середине, то такой предок слов. It'll really help you. It'll really help you. Например, они действительно придут сюда. Они действительно. They'll really придут сюда. Come here. They'll really come here. И так. Future simple. Will plus verb. Л plus verb. I'll have this level. My level will be much higher. Will not plus verb. Won't plus verb. It won't lead you to success. You'll need to use another method. It'll really help you. They'll really come here. Really. It'll help you. Также мы с вами помним, что если хотеть что-то сделать, то want to do something. Want to do something. Если не сделать, want to do. Want to do. Также something. Что-то. Опять же, если кто-то говорит, I want. I want to do it. Это в корне неправильно. Потому что надо сказать I won't do it. Значит, мы с вами говорили, что произношение в транскрипции есть разница, что это как I'll, want, но на практике так же как want произносится, потому что различить практически невозможно. Поэтому здесь I won't do it. Я не. Если хотеть, нужно поставить to. I want to do it. I want to do it. Опять же, нужно смотреть из контекста. Далее, вопрос. Значит, вопрос в Future Simple. We'll ставим вперед. И далее подлежащий и глагол. Subject plus verb. Например, вопрос. Такой вот к вам есть. Ты будешь работать над своими ошибками? Ты. Will you работать над своими ошибками? Will you work on your mistakes? Далее, например, вопрос. Так же. Она присоединится к тебе? Она. Will she присоединиться? Это глагол join. К тебе. You. Will she join you? Значит, присоединиться к кому-то? Это join someone. Никакие предлоги не нужны. Will she join you? И другой тоже логичный вопрос. Вы продолжите смотреть этот плейлист вместе. Вы продолжите. Мы с вами говорили, что используем continue doing. Итак. Субтитры делал DimaTorzok. Together. Видите, здесь неважно. You, she. Здесь will мы используем. И далее, значит, мы с вами поговорим про специальный вопрос. Special question. Как что-то задать? Используем специальный вопрос в будущее время. Значит, впереди мы с вами ставим какое-то вопросительное слово или вопросительную конструкцию. Question word. Will. Подлежащее. Subject. Plus. Verb. Например. Где он будет завтра? Где? Where. Он. Тут неважно. Он, а не will. He. Это подлежащее. Будет. Be. Завтра. Tomorrow. Where will he be tomorrow? Почему это произойдет? Почему это произойдет? Who? Значит, я уже о следующем вопросе думаю, который задумал. Нет. Почему это произойдет? А вот следующий вопрос. Значит, кто ответит на этот вопрос? Кто ответит? Who will answer? На этот вопрос. На этот вопрос. answer this question. Нужно запомнить, что здесь никакой предлог не нужен. Когда мы говорим, ответить на какой-то вопрос. Answer this question. Видите, в русском нужен, в английском нет. Поэтому вот к чему может привести дословный перевод, если не знать выражение. Нужно знать выражение, и тогда мы можем уже безошибочно говорить. А так ошибки неизбежны. Who will answer this question? Special question. Question word. Plus will. Plus subject. Plus verb. Where will he be tomorrow? Why will it happen? Who will answer this question? Опять же, более подробно в нашем поллисте. My friends, thank you. We continue our playlist.